Всем привет, кто смотрит это видео! Всех с Новым Годом! И сегодня по просьбам подписчиков я сделаю разбор на песню Zivert Credo. Это будет мой первый разбор, ребят, поэтому не судите строго. Если будет всё норм, то в перспективе я буду снимать уже на камеру. В данный момент я снимаю на свой плюшевый 5SE iPhone. Так что где-то, может быть, буду включать фронталку, где-то буду включать обычный режим камеры. Поэтому давайте посмотрим, во-первых, как играется эта композиция. Ребят, я буду играть и параллельно объяснять, что я и как играю, какие приёмы я использую. Вначале я зажимаю, значит, 9-й лад, 3-я струна, дёргаю 6-й струной. Потом иду на 10-й лад мизинцем. Опять открытая. То есть начало у меня вот так играется. И вот следующий звук я играю уже с щелчком. Сейчас я покажу наглядно. То есть я играю ногтём правой руки. Можно играть средним пальцем, можно играть указателем, как вам удобно. Но в это время нужно сделать щелчок по 6-й струне. Ещё раз. Далее то же самое. Щелчок и третья струна. Потом я играю одной левой рукой 4 раза по 12-му ладу. Далее идёт достаточно сложное место. Здесь нужно играть пиццикаты, приглушенные звуки. То есть я в это время зажимаю ребром. Ребром, получается, правой руки. Зажимаю около подставки. Вот. И играю так вот. Здесь и нужно именно добиться пиццикаты, то есть приглушенного звука на третьей струне. Вот такой эффект. То есть я вот ладошкой, получается, ребром ладошки ставлю, где подставка, заглушаю струны. Вот. Шестую струну мы не глушим. Мы глушим только исключительно третью струну. Дальше играется приём пицциката и щелчки. Так это происходит. То есть я беру, получается, кисть, ставлю около подставки. Вот. Около подставки. Получается, ребром правой ладони и приглушаю третью струну. У меня получается вот такой приглушённый звук. Называется пицциката. Далее я буду чередовать шестой бас, соло, пицциката. И у меня будут вот такие щелчки. Показываю это в медленном темпе. Ну, как-то так. Дальше идёт опять же пицциката и вместе соло. Можно отработать, конечно, отдельные эти моменты. То есть я покажу вам сразу, как это играть. То есть если разделить на партии, то есть там, получается, первая партия играется вот так. Тоже спициката. Обратите внимание, что все эти звуки я играю на оглушение. Так, сейчас я камеру разверну, чтобы было видно, как это делается. Далее мы добавляем соло на первой струне вместе вот с этим рифом. То есть под рифом я имею в виду вот как раз вот сглушение. Вот. Дальше, ребят, будет достаточно сложно, потому что дальше я использую тэппинг двуручный в правую и в левой руке. Давайте отдельно разберём каждую партию. Значит, первая партия у нас играется одной левой рукой. Дёргаю шестую струну аккуратно так. Далее я играю легато или хаммер он. Далее я играю на седьмой лад. Просто одной левой рукой. То есть вот у нас первая линия. Первая такая фишечка. Дальше мы играем, уже дёргаем на шестую, ставим. Далее я делаю хаммер он на шестую струну. Здесь тоже самое. После этого я играю на пятом ладу шестую струну. И потом уже в конце я играю на седьмом ладу шестую струну. То есть этот риф нужно отработать отдельно. Отдельно он играется так вот. И мы добавляем только правую руку. Там идёт у нас соло таким образом. Сейчас покажу. Десятый лад тэппинг. Со слайдом. Возврат обратно. То есть вот можно сыграть так. Но я играл вот так вот. То есть мы играем десятый, девятый. Потом десятый тэппинг. Опять то же самое. Идёт далее то же самое. Потом. И на двенадцатый лад. И в конце мы играем девятый, десятый, девятый и седьмой. Теперь это всё надо соединить. То есть партию левой руки и правой руки мы соединяем. И у нас получается вот так. Медленно показываю. И в конце идёт седьмой лад уже. Всё. Дальше у нас идёт припев. Припев я играю уже с аккордами. Дальше идёт аккорд АЭМ с шестой струной. Мы играем, значит, дёргаем четыре звука. Повышение. Потом слайд. Опять вот это щелчок. Мы играем щелчок на шестой и дёргаем третью. Дальше идёт у нас такой вот мудрённый аккорд. Опять щелчок. Далее аккорд у нас сдвигается на третью позицию. И вот дальше я играю вот такой аккорд. Здесь тоже щелчок и слайд на седьмой. Потом идёт реприза. Ну, реприза я играл бочкой. Но дело в том, что у меня сейчас браслет на правой руке, поэтому звук такой будет специфический. Ну, бочку мы играем кистью, получается. Вот такое экономное движение кистью. И я играю... Сначала идёт бочка. То есть вот этот приём. Дальше идёт тоже глушение. Глиссанда. И опять бочка. Дальше мы переходим уже на аккорд в третьей позиции. Тоже идёт бочка на первую долю. Глушение. Опять бочка. Опять бочка. Ну, в принципе, вот таким образом как-то так. Ребят, если что-то будет непонятно, пишите в комментариях, я обязательно вам отвечу. Спасибо за внимание. Всем пока-пока. До новых разборов.